Возвращаемся к итогам. Самый известный из них – Центр стратегических разработок Алексея Кудына и Столыпинский клуб Сергея Глазева. Уже давно между ними идет незримая конкуренция и, вероятно, именно в Красноярске в апреле состоится их очная битва. Губернатор Края Виктор Толоконский рассказал нашему каналу некоторые подробности предстоящего КФ. В среду прошло заседание организационного комитета под председателем заместителя правительства России Аркадия Владимировича Дворковича. И, в общем-то, все базовые решения приняты. Сроки, вероятнее всего, это будет утверждено правительством, но думаю, что это будет 20, 21, 22 апреля. Такими основными направлениями обсуждение будет повышение качества государственного управления, развитие и укрепление человеческого капитала, технологическое и отраслевое развитие, пространственное развитие и региональная политика. Конечно, мы максимум внимания уделим экологической проблематике. И вот первый день, как мы говорим, нулевой день будет посвящен этим проблемам, этим задачам. Результатом форума будет аналитический такой доклад правительству Российской Федерации. Мы надеемся, что переход с февраля на апрель позволит больше привлечь иностранных участников, потому что мы в феврале всегда сталкивались с то китайский Новый год, то какие-то еще там есть события, которые не позволяли приехать многим представителям бизнеса зарубежного, экспертов. Надеюсь, что в апреле такой активности будет гораздо больше. Поэтому форум запущен, подготовка уже выходит на финишную прямую в форуму «Быть». И я очень рад тому, что несмотря на то, что февраль отдан Сочинскому форуму, тем не менее, настолько была высокая активность экспертов, представителям бизнеса, чтобы Красноярский форум обязательно был, ничего не потерял. Поэтому пожелаю форуму добрый путь. А в понедельник в 18.50 в большом интервью с Виктором Толоконским подведем итоги уходящего года. Ну и еще об итогах. Стабилизация и создание задела. Так, коротко можно охарактеризовать итоги уходящего года в экономике Красноярского края. У нас не было больших прорывов, ну и не случилось и каких-то провалов. Ни в промышленности, ни в инвестициях, ни в бюджетном процессе. И это само по себе большое достижение, если вспомнить, какие мрачные ожидания царили еще в январе. Если учесть, что во многих других регионах России экономика в этом году все же пошатнулась, с какими именно результатами, количественными и качественными, заканчиваем 2016 год, давайте вспомним чуть подробнее. Цены на цветные металлы падают, нефть на минимуме, кредиты дорогие, инвестпроекты заморожены, потребительский и коммерческий спрос низкий. С таким набором условий краевая экономика входила в начало 2016 года. К тому же до этого, в 2015, индекс промпроизводства в нашем регионе уже упал на 1%. От 2016 ждали продолжение спада. И мы, и Россия. И вот год заканчивается, статистики уже готовы озвучить вердикт. Пока за 11 месяцев. В целом, за январь-ноябрь текущего года объем промышленного производства снизился на 2,6% относительно аналогичного периода предыдущего года, что связано со снижением объемов добычи полезных ископаемых, а также объемов обрабатывающих производств, таких как металлургическое производство. Минус 2,6%. Впрочем, статистики – это формалисты, им так положено. В действительности, падение нам обеспечила только одна отрасль – цветная металлургия. Причем речь даже не про всех металлургов. Напротив, золотодобытчики переросли на 18,5%, алюминщики переросли на 12%. Снижение показателей есть только у норильского никеля. Да и то по техническим, так сказать, причинам. Вы знаете, что в этом году компания «Норильский никель» продолжает, вернее, завершает основные этапы своей масштабной модернизации всей технологической цепочки. Весь объем руды и, стало быть, содержащиеся в ней металлы, которые «Норильский никель» добывает в 2016 году, соответствуют уровню 2015 года. Проще говоря, руда эта, металл этот все равно превратится в готовую продукцию и в конечном итоге будет реализован потребителем с соответствующими образованиям налоговых отчислений. Одна такая статистическая коллизия повлияла на общие результаты в крае. Если посчитать индекс промпроизводства без учета компаний «Норильский никель», то получится 100,5%. То есть небольшой, но рост. И это более объективная картина. «Коснанский край этот год закончит достаточно уверенно с точки зрения развития нашей промышленности и состояния дел с точки зрения официальных показателей по валовому продукту, по объемам промышленного производства. У нас нет большого роста, и было бы удивительно, если бы он у нас был в таком положении, но точно совершенно мы можем говорить, что край не провалился ни в долговую яму, ни в экономическую яму». Про долговую яму – это, конечно, о бюджете. В ситуации, когда многие российские регионы сжимают все свои расходы за сокращением доходных поступлений, влазят в огромные долги размером с весь свой бюджет, мы не только исполнили все обязательства и сокращаем дефицит, но, вопреки всему, наращиваем собственные доходы. За два года в общей сложности плюс 35 миллиардов рублей. «Мы достаточно ритмично, без каких-либо сбоев, финансировали все наши, прежде всего, социальные обязательства, выплаты заработной оплаты, меры социальной поддержки, все, что связано с развитием, наши строительные объекты, реконструкции. Но, одним словом, мы в таких сложных, непростых условиях не допустили какого-либо сбоя. Хотя, вы знаете, вот даже есть среди наших соседей, в общем-то, достаточно сложная ситуация, где-то и бывают задержки по поводу заработной платы. Здесь же, я считаю, в Красноярском крае в этом смысле обеспечена финансовая устойчивость и финансовая стабильность». Хорошее зеркало экономики – строительная отрасль. И в части инвестиционных процессов, и в части настроений участников рынка. Здесь тоже начало года не обещало ничего хорошего. Дорогая ипотека, замедление стройиндустрии, вопросы с федеральным финансированием. Построить хотя бы миллион квадратных метров жилья, рассуждали мы поначалу. Но уже весной ситуация стала меняться. «Помогли, конечно, те программы, которые наши краевые существуют в виде поддержки определенных категорий. И все это привело к тому, что уже в сентябре месяце мы понимали, что объемы текущего года, сопоставимые с прошлым, можно обеспечить. Мы сегодня называем пока цифру 1.320.000. Это чуть выше прошлого года. Это достойный результат для края. Это опять будет лучше за все годы работы строительной отрасли на территории Красноярского края». Кстати, пошло в рост строительство не только жилья, но и промышленных и инфраструктурных объектов. А это свидетельство будущих ближайших достижений. Такие примеры во всех отраслях. Если и не было роста в этом году, то был создан задел на следующий год. Норникель провел модернизацию и готов к рывку. Нефтепровод Куумба-Тайшет построен, а значит можно запускать нефтяные месторождения Юга-Эвенкии. Завершили свои инвестпроекты лесопереработчики, алюминщики, золотопромышленники, энергетики. И это только из крупных предприятий. Появились новые мощности в сельском хозяйстве и пищевом производстве, в транспорте и в машиностроении. Красноярский край обладает слишком мощной экономикой, чтобы испытывать кризисы. Она как пружина, которую в этом году придержали, и тем сильнее она расправится в 2017. Ну а самым ярким политическим событием года стали выборы. В четверг прошло финальное в этом году заседание сессии нового законодательного собрания. Как предновогоднее, оно могло бы пройти дежурно и ритуально, но бюджет принят, и вроде как можно расслабиться. Однако, напротив, заседание прошло довольно насыщенно. Был принят ряд законов, в том числе и по капремонту. Теперь жильцы могут перейти из регионального фонда капитального ремонта на собственный общедомовой счет за шесть месяцев. Раньше этот срок был два года. И на финальном брифинге председатель законодательного собрания подвел общие итоги года в работе парламента и, в частности, прокомментировал обновление состава депутатов после прошедших в сентябре выборов. Сегодня у нас приблизительно половина действующего состава – это новые депутаты. И в этой связи, кстати говоря, высказывались в том числе и вами, вашими коллегами, многие опасения, что основные, базовые, лучшие традиции краевого парламента будут как-то поколеблены, расшатаны, что сюда пришли отдельные, как было принято говорить, эпатажные личности. У нас обстановка нормальная, рабочая, поэтому, не знаю, как вы считаете, но по моему глубокому убеждению, ничего из тех опасений, которые витали в воздухе, на самом деле не оправдались. С первой же сессии здесь установились конструктивные нормальные отношения. Вновь избранные депутаты, не скрою, добавили какой-то живинки, свежий ветер привнесли. Но все это в итоге идет только на пользу делу. А далее о нашей программе. Какое кино в этом году снимали в Красноярском крае? Об этом после небольшой паузы.